В администрации недавно в перечне оказываемых услуг администрации появилась регистрация беспилотных летательных аппаратов. Как это будет происходить на возмездной или безвозмездной основе? Разрешение будет выдаваться разово или на постоянной основе? Будет ли какая-то школа обучения для тех, кто обладает беспилотными летательными средствами? Спасибо. Я думаю, что в рабочем порядке у нас людей, имеющих такие летательные аппараты, не так много. Я так понимаю, один у вас находится, поэтому в рабочем порядке, пожалуйста, подойдите к Павлу Борисовичу Гречухину. Он вам объяснит, какие требования сейчас готовятся к постановлению, которое сейчас находится в работе. Мы буквально на этой неделе его выпустим, но тем не менее, вы можете быть уже осведомлены о тех возможностях по данному постановлению. На самом деле, я не просто так на ПДС обратился, все-таки мне писали очень много людей. БПЛА у нас в городе на самом деле много. И поэтому они спрашивают об этом порядке. Не все же мы будем к Павлу Борисовичу ходить и отвлекать его. Чтобы какой-то общий порядок был вывешен в виде анонса на администрации, сайте и так далее, чтобы было понятно. Общий порядок будет вывешен, постановление находится в работе. А почему именно к вам обращаюсь? Потому что вы можете через соответствующий сайт, которым управляете, передать всем людям, которые также имеют данный летательный аппарат. Все, что с ограничениями и разрешением по подобным летательным аппаратам происходило, вы, мне кажется, также знаете. Слава Богу, на территории Балаковского муниципального района особых эксцессов до сегодняшнего дня не было. Но, тем не менее, мы видим и знаем много случаев, в результате которых были подвержены в первую очередь жители по небезопасной работе данных летательных аппаратов. Поэтому есть требования, мы их, естественно, будем отрабатывать и порядок вам обязательно доведем.